Доброе утро всем! Hello, bonjour! Так, все собираемся сейчас. Кто в Инстаграме видит меня в дополненной реальности? В Фейсбуке? В обычной? Тоже в дополненной реальности, только в Инстаграме сам Инстаграм дополняет реальность, а в Фейсбуке каждый может дополнить реальность, как хочет, да? То есть я для каждого свой. Даже в разном цвете я иду для каждого. Всем привет, доброе утро! Люди же по-разному цвет воспринимают. То есть я для кого-то желтненький, для кого-то беленький, для кого-то красноватый. Да, плюс еще телефоны искажают. У каждого свой телефон, свой компьютер. Значит, мы живем в мире дополненной реальности. Каждый сам дополняет свою реальность своими фильтрами, да? То есть у каждого внутри есть фильтры восприятия, и каждый дополняет сигнал, который получают извне, дополняет фильтрами снаружи. Изнутри. То есть извне получаешь сигнал, и у тебя есть фильтры изнутри. Причем самый главный фильтр – это твое физическое состояние в данный момент. Если ты физически чувствуешь себя плохо, то у тебя заслоняет этот физический туман в картинку. Если ты физически себя чувствуешь хорошо, у тебя энергетика, она тебе как бы делает все ясным таким, да? Есть сила внутри, память включается, фокус внимания. Да, Роман, привет, Роман Гольман, привет. Теперь это мы обсуждаем, как каждый воспринимает реальность. Вот Facebook нам сейчас дал возможность включать фильтры и делать дополненную реальность. То есть дополнять сигнал какими-то там фильтрами. А я говорю, что у человека тоже есть дополненная реальность внутри. И он сам своим состоянием, своим знанием о мире, своими ценностями, но особенно самые простые два фильтра – это физическое состояние и эмоциональное состояние. Это два фильтра, которые максимально искажают картинку и максимально ее дополняют. То есть если ты в позитивной эмоции находишься, то тебе все кажется таким веселым, знаете? Когда бывает кто-то пошутит, и тебе так смешно, весело, когда ты на позитиве, да? А бывает ты на негативе, и кто-то еще шутит, и ты думаешь, ну козел какой вообще. То же самое. Вот тоже он говорит одни и те же вещи, но иногда это воспринимается совершенно по-другому. Хорошо. А мы сейчас изучаем притчи царя Соломона для того, чтобы вставить себе в голову фильтр божественной мудрости. То есть мы берем знания о мире от Создателя мира, которое нам передал царь Соломон, мудрейший из людей, и мы пытаемся этот фильтр вставить в себя, чтобы принимать решения, исходя из этого фильтра. И сегодня очень актуальная тема, которая, если бы я ее знал в школе, проходил, она бы меня в жизни спасла бы от многих неприятностей. Вообще, очень от многих неприятностей. Значит, царь Соломон нам рассказал, что не спеши в том уроке, мы закончили на том, что не спеши ссориться быстро, потому что последствия могут быть для тебя еще хуже, чем причина ссоры. Дальше он объясняет эту же мысль, девятый отрывок, и говорит, то есть это почему тема актуальна, потому что у каждого нормального человека есть ссоры с другими людьми. Он то обижается, ссорится, иногда справедливо, несправедливо, там и так далее. Теперь, значит, девятый отрывок, он звучит так. Значит, ссорься ссору свою с твоим ближним, высот Ахер Альтигаль, а тайну другую или другого не высвечивает. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что, вот, например, мы начинаем ссориться с Светланой Карачевой, допустим. Да, вот мне не понравилось, как она шалом написала. Я говорю, Светлана Карачева, шалом, вот, не так надо писать. Она говорит, а не тебе меня учить, как шалом писать. Я шалом пишу уже там тысячу раз, и всем нравится. Я ей говорю, Светлана Карачева, значит, и если я с ней на этом шаломе дальше продолжаю ссориться, все нормально. То есть, это то, о чем нам сказал царь Соломон, что ссору ссорься, ссору твою ссорься с близким твоим, а тайну другого не выдавай. То есть, что значит тайну другого не выдавай? Если бы я сказал тут, а вот Татьяна Помачина, например, да, она правильно о вас говорила, Светлана Карачева, что вы там не знаете, как шалом писать. И оп, я выдал, получается, тайну Татьяны. То есть, я вплел в этот наш спор, вплел уже еще одного человека. Если я сейчас ищу Алену в плиту эйфорию, то вообще эта ссора разгорится как огонь. И нам сказал царь Соломон, ни в коем случае не переходи на других людей в этом споре. То есть, если ты ссоришься, то в каждый отдельно взятый спор, в принципе, можно погасить. Но если ты в него вплетаешь других людей, если ты обижаешь других людей, то это уже выходит за рамки твоей коммуникации с одним человеком и последствия здесь непредсказуемы в негатив. То есть, ты нарушаешь в этот момент запреты лошона раз, злоязыча, если ты других начинаешь позорить, которые к этой ссоре не имеют значения. Ты нарушаешь запрет рыхелут, это все запреты истории. И твои баллы перед Богом быстро-быстро сгорают. И даже если ты в этой ссоре был прав по факту, но из-за твоего неправильного поведения в этой ссоре, гнев, вплетание других людей, обиды от других людей, которые сейчас в этом не участвуют и так далее, то ты в этом случае получилось, что ты реально как бы из-за этой ссоры, в которой ты был, может, и прав, ты сжигаешь все свои баллы, которые копил тяжким трудом. Рассказывая историю из Талмуда, которая иллюстрирует этот принцип. Значит, была такая ситуация, муж поругался с женой перед Рошашана. И жена его, значит, ну они сильно поругались, он, неизвестно, или она его выгнала, или он сам ушел, но он ушел из дома. А, а там эту историю я слышал еще как бы из объяснений таких древних, да, на эту историю. В Талмуде это не написано, но там есть одно из объяснений, почему они поссорились. Что он перед Рошашана, это был, ну, Новый год, когда суд идет над миром и над каждым человеком. И написано, что он дал бедному, у него была золотая монета, и какой-то был бедный, он его сильно пожалел, и он ему дал эту золотую монету. И жена ему устроила скандал, ах ты вообще, у нас денег нет, мы бедные, а ты еще кому-то там отдал последние деньги, и все. А он как бы поступил, хасид, сверх закона, он дал больше, чем должен был. Как-то вот он сделал что-то не, как бы необычное, и жена с ним начала ругаться, а он, чтобы не ругаться с женой, ушел спать, ночевать на кладбище, в какую-то сторожку. И он, значит, написано, лежит он в этой сторожке, один-одинеженец на кладбище, и слушает, значит, ну, не знаю, что там он слушал. В общем, слышит он, что одна душа говорит другой, подружка, подружка, пойдем полетаем, узнаем, какой суд будет миру на этот год. Значит, вторая душа ей отвечает, ты знаешь, не могу, говорит, я с тобой летать, меня похоронили в сыновке из камышей, и мне неудобно в таком виде летать. И, значит, я, значит, здесь побуду, а ты полетай, потом мне расскажешь. Та душа полетела, куда-то улетела она, потом прилетает и рассказывает этой душе, значит, рассказывает этой душе, ты знаешь, говорит она, в этом году на землю идет очень плохое постановление, суд идет. В этом году будет большая-большая засуха. Значит, кстати, эта вся история приводится к тому, чтобы там есть спор в Талмуде, знают ли мертвые, что творится в этом мире, в мире людей, или не знают. И там эта история, иллюстрация позиции одной, что они знают, что здесь творится. Эта история приведена там не про ссоры, про ссоры это чуть-чуть там есть, это я уже как бы ее здесь иллюстрирую. А там говорится о том, знают ли души или не знают, что здесь творится души мертвых. Значит, эта душа вернула, сказала, что будет в этом году засуха. Этот хасид, написано, он вернулся домой и никому ничего не рассказывая, посадил урожай раньше, чем садили все. У них были какие-то, знаете, когда надо садить, он посадил раньше. Посадил он раньше, все думают, ну какой-то псих, все. Его урожай уже он начал подниматься, начал подниматься, потом началась засуха, но его урожай уже там пустил корни, уже он набрался до засухи, он набрался уже сил. И у всех засуха убила урожай, а его урожай в этом году уродился. И он этот урожай продал очень за большие деньги и разбогател. Значит, жена довольная, радостная, значит, говорит, ну, все-таки повезло мне с мужем, все такое. Он говорит, ты знаешь, я в этом году тоже пойду на, видишь же, год хороший был, значит, надо делать перед рожей жены, как я делал в том году, пойду опять на кладбище ночевать. Пошел он второй год на кладбище ночевать, ложится он на кладбище в том же месте и слышит опять разговор. Говорит одна душа другой, подружка, подружка, значит, пойдем полетаем, узнаем, какой суд будет людям на этот год. Та и опять говорит, ты знаешь, меня похоронили в циновке из тростника, и мне неудобно в таком виде летать, и я пойду, значит, я здесь побуду, а ты пойди полетай. Значит, возвращается та душа, говорит, о, в этом году суд другой на людей, в этом году град будет, побьет всем урожай. Этот хасид услышал это все, приходит, и все садят, он сидит, не садит. Все думают, ну дурак какой вообще, посадили все урожаи, когда надо, все, а он не садит. И уже последний срок, когда можно посадить урожай, он садит свой урожай, и у всех урожай поднялся, все довольны, и тут град бьет всем урожай, а его урожай только начал из земли вылазить, какие-то зерновые культуры, и они мяденькие победе, град бьет, а они не ломаются. И его урожай у единственного опять уродился, и опять он, значит, поднялся, его урожай, он еще больше разбогател. И тут жена ему говорит, слушай, что-то не так, а ну-ка расскажи мне, в чем тут дело, почему у тебя у одного уродило, что-то я за тобой такого раньше ума не замечала, а сейчас ты такой стал, да, такой ты стал очень... Он, в общем, она его пытала-пытала, и он ей рассказал, рассказал он ей в конце концов, что он делал наружу на кладбище. Жена это услышала, говорит, да, интересно. И в Талмуде написано, она буквально через какое-то время, она поругалась с мамой той девушки, которую похоронили в циновке. И она с ней ругалась, и в порыве вот этого спора, это вот иллюстрация к этому отрывку, да, здесь, что ругайся свою ссору, но чужую тайну не выдавай, то есть не приплетай туда другие аспекты. И она в порыве ссоры говорит той девочке, маме той девушки, ты, говорит, вообще, что ты тут... Ну, написано прямо, они ругались, и она ей говорит, ты дочку свою в циновке похоронила из страстника, мол, вообще, ну, как бы, это дешево, это было как, ну, замотали, вообще, надо было хоронить в саванне, в таком, в одежде, ну, в такая, из ткани, да, а она, у нее денег, может, не было, не знаю. В общем, она как-то, это было унизительно, что она так сделала. Даже ее дочка, та душа не хотела летать, из этого, кстати, многие говорят, что душа воспринимает себя в том виде, в котором умер, в котором умер. Вот как человек умер, в том виде он себя и воспринимает. Но это понятно, потому что человек себя воспринимает таким, каким он себя видит. Ну, в общем, поругалась она с этой мамой, мама заплакала, ушла, значит, все. Проходит следующий год, рожа жена, этот хасит опять на кладбище и слушай же, что в этом году будет. Одна душа, которая говорила, пойдем, полетаем, она опять прилетает, говорит, пойдем, полетаем, значит, узнаем, какой суть людям. А эта девочка, которая в циновке, говорит, нас кто-то слушает, говорит. Вообще все, мы теперь не разговариваем, как бы здесь кто-то спрятался, нас слушает. Знает, что у нас здесь происходит. И Талмуд это приводил не к тому, что чужую ссору не надо, как сказать, не надо использовать, да? Не надо впутывать других в свою ссору. Талмуд это приводит, что мертвые знают. Но вторая сторона, которая говорит, что мертвые не знают, они говорят, ничего мертвые не знают, что здесь происходит. Просто кто-то умер и рассказал. То есть не то, что мертвые знают, что в мире живых людей происходит. А Талмуд говорит, что это не доказательство того, что мертвые знают. Возможно, что кто-то, кто знал об этой ссоре, умер и рассказал душе той девочки. Не то, что сама душа знала и она видела этот спор, а то, что из мира мертвых, из мира живых все время кто-то уходит в мир мертвых, и он передал, рассказал, пришел туда, о, привет, привет, односельчане, может, они как-то там встречаются и все такое. Знаете, как в Израиле есть землячество, да, там есть, заходишь в какой-то, знаешь, офисный центр такой, все на иврите, тут землячество выходцев житомирщины, такими, знаешь, грустными буквами, причем, знаете, как, евреи очень любят так, ну, красиво назвать, всемирное землячество выходцев житомирщины, да, так, может, в мире душ тоже там есть какие-то, ну, как бы, по территориальному признаку. В общем, чему я говорю, что Хасид этот, он не узнал, какой будет урожай, потому что его жена, во-первых, он свою тайну выдал другому, это нельзя, до этого нас царь Соломон учил, что тайны не выдавай, то есть то, что кто-то знает, уже это могут знать все. И второе, что во время ссоры, в которой ты ссоришься, никогда не приплетают других людей, потому что этим самым ты, ну, ты не улучшаешь свою позицию, а ты ее реально ухудшаешь. И десятый отрывок, что там дальше идет у нас, десятый отрывок, Пен Ихасдеха Шумея, он объясняет еще другой смысл, почему так нельзя сделать. Может быть, Ихасдеха это, ну, как бы, милосердие на тебя, сейчас, Ихасдеха Шумея, значит, Пен Ихасдеха Шумея, Вадибадхо Лутошуф. Значит, я не понимаю, как они, Ихасдеха, это, здесь переводят, не то осудить тебя слушающие. Значит, насколько я понял по комментариям, что слушающий тебя, ну, Ихасдеха не подходит это слово, Хасед это милосердие, наоборот. Мне нужно так, ладно, в общем, я сейчас не помню это другое какое-то слово, смысл в чем, что он говорит так, что во время ссоры тебя может слушать еще кто-то другой со стороны, не тот, с тем ты ссоришься. Если ты вплел в нее и говоришь плохие вещи на людей, например, ну, обычно любят, когда человека хотят оскорбить, вспомнить его родителей и родители его родителей, его национальную принадлежность и его все прошлые поступки. И что правильно про него теща сказала, да, когда идет семейная ссора, обязательно нужно плести, ну, многие любят сказать, что вот моя мама про тебя правильно говорила. И сказать какую-то гадость, чтобы потом, когда помириться, чтобы потом с мамой были плохие отношения. То есть, так он говорит, что тот, кто тебя слушает со стороны, он осудит тебя, и дебатко лотошув, и то, что ты плохие слова, которые ты сказал, это не вернется, это уже слово не воробей, вылетит не поймаешь. То есть, когда ты сказал какую-то плохую вещь, то, опять же, если тот, кому ты это сказал, он учил притчи царя Соломона, как мы учили, то он вспомнит отрывок, где царь Соломон говорит, да, где царь Соломон говорит, значит, так, что не слушай, если тебя проклинает твой раб, это в Кейлите он говорит, в Экклезиасте, не слушай, если тебя твой раб проклинает, сам ты, сколько раз было, что ты про кого-то говорил плохо в сердцах, да, когда ты был, а на самом деле ты так не думал. То есть, если человек понимает, что слова не всегда отражают на 100% позицию другого человека, то есть, это грань его позиции, да, какой-то, то тогда он может это пропустить, но есть люди, которые за слово цепляются, и уже ты сказал какую-то гадость, а уже ты вернуть не можешь, и человек, все, я тебя никогда не прощу, и, значит, и все, понятно, да? Значит, дальше он переходит, царь Соломон, в очень красивую такую метафоричную речь, в 11 отрывке он нам говорит так, что яблоки золотые, яблоки золотые, с серебряными украшениями, давар, давур, аль афнаф, значит, золотые яблоки с серебряными украшениями, слово сказанное разумно. Давар, давур, аль афнаф, здесь есть слово сказанное разумно, но дословно это переводится офе человека, что слова сказанные выражают как раз его суть. Как яблоко золотое, оно в украшении ставится в серебро, то есть, как бы, есть соответствие между яблоком золотым, какое-то было украшение, и серебряная подставка, куда его вставляли, также слова человека, они выражают его суть. То есть, здесь он говорит такую вещь, что вот, если человек говорит гадости, там, и так далее, что это значит? Это же он не просто так говорит, у него же внутри, значит, что-то есть такое, правильно? То есть, он говорит, слова сказанные выражают сущность человека, все. В другом месте он говорит, что ты серьезно не относись к словам, но, опять же, это два разных совета, смотрите. Одно, одно, вот мне очень понравилось, я слушал, есть такой, такой есть Виктор Франкл, психолог знаменитый, который, который был это, ну, в концлагере он был, и потом он целое основал направление в психотерапии, и он говорит, вы знаете, говорит, мы должны быть идеалистами, потому что, если ты будешь к человеку относиться и ожидать от него хорошее, тогда, тогда он, больше шансов, что он будет к этому хорошему тянуться. То есть, если ты скажешь человеку, что он плохой, то ему, в принципе, нет никакого смысла становиться лучше. Это касается воспитания, детей, отношений и так далее. То есть, если ты человека считаешь хорошим, то больше шансов, что он туда будет двигаться. Теперь, ну, есть же реальность, то есть, реальность, Тора нас учит очень, ну, это же мудрость, это мудрость, как правильно себя вести. Если мудро подходить, то тогда, первое, сказал царь Соломон, не обращай внимания, кто что сказал, зачем он это сказал. Этот закон нас учит тому, что умей прощать, умей прощать, особенно, если это близкие люди, не таская у себя в голове, что там, ну, кто-то тебе что-то плохого сказал. То есть, умей прощать, отпускай вот эту вот обиду, там, знаете, есть такая книжка, есть радикальное прощение, там, особенно в семейных отношениях, тебе не выгодно, тебе не выгодно таскать за собой обиду. То есть, это не выгодно, это как грусть тяжеленный. Но, с другой стороны, здесь нас учит царь Соломон, и во многих других местах он учил, что слова, они выражения сути. То есть, и лучше всего, вот мне это запомнилось, я когда-то учил, что был такой Гилель, который ко всем хорошо относился, но где-то я вот про него читал, что у него было такое, что ты должен каждого внутри подозревать, что он самый большой преступник, который полностью хочет тебя там обмануть и так далее. Но относиться к нему ты должен, как к самому царику. Что это дает? Это дает то, что ты сам, если ты осторожен, то ты никогда не войдешь в ситуацию, где он может тебя подставить. Но если ты к нему хорошо относишься, то ты его все время поворачиваешь к себе с самой его лучшей стороной, потому что ты к нему относишься как к человеку, как Макаренко, когда-то он этих преступников исправлял, да, этих малолетних. Он им давал деньги и говорил, я тебе доверяю, я тебе доверяю. Им никто не доверял никогда. Но когда находился человек, который им доверял, то они поворачивались к нему своей самой лучшей стороной. Он их как бы вытаскивал этим. Но при этом надо понимать четко, что если ты ему даешь деньги, вероятность того, что он убежит, это там 90%. Вероятность того, что он станет человеком, это 10%. Если ты не понимаешь, что 90% вероятность того, что он убежит, то ты как бы идешь против реальности. Но ты осознанно решаешь использовать свой шанс ему помочь, его поднять и относятся к нему хорошо, но ты понимаешь, что это 10%, просто это мой выбор. И я знаю, что скорее всего по привычке он украдет, но я готов рискнуть своими там деньгами на лекарства, как Макаренко, чтобы сделать из него человека. Понятная идея, да? То есть одно другому на первый взгляд противоречит, что тут говорится, что слова выражают суть человека, и понимают, а дальше, кстати, в 12-м отрывке он дальше продолжает эту мысль, что как через слова, как увещевать. Но это мы завтра уже изучим, этот 12-й отрывок. Давайте подведем итог. То есть отсюда нам стало известно, первое, что когда ты ссоришься, нужно сфокусироваться на ссоре, тогда ты можешь остаться человеком в состоянии, как здесь написано, с ближним своим. То есть если у тебя есть ссора с ним, да, например, там, ну, он на тебя вылил чай, ну и говори с ним о чае, не говори, что он плохой человек, что он сволочь, что ты уже 10 лет это знаешь, не вспоминай ему, как он 10 лет назад тебе что-то сделал. И ни в коем случае нельзя приплести туда, правильно Жора говорил, что ты вообще с тобой, ну там, тебе доверять нельзя. Все, это уже преступление, это сплетничество, да, и так далее, да, потому что Жора-то это говорил, конечно, но он же не это имел в виду, он имел в виду, и если рассказать, что Жора имел в виду, то это подстава для Жоры уже какая-нибудь конкретная. Понятно, да, идея? Все, первое, значит, если уже ссоришься, ссорься только по предмету ссоры, прям сделать железное правило. Второе, при людях вообще нельзя лучше не ссориться, потому что получить репутацию скандального человека хуже нету. Ну, то есть, очень, у меня вот был, в своей жизни было несколько случаев, когда я переставал с людьми общаться, видя, как они с кем-то ссорятся. То есть, вроде бы, этот человек со мной был в нормальных, в хороших отношениях, но видя, как он некрасиво себя ведет по отношению к другим людям, да, я в этот момент, ну, как бы принимал для себя решение, что я с ним не буду общаться, потому что, видя, как он себя ведет в гневе, когда ему что-то не нравится, я понимал, что это, ну, что я не хотел бы попасть в такую же ситуацию. Понятно, да? И третье, что мы поняли все равно, что слова выражают сущность человека, и поэтому нужно следить за своей речью, чтобы создавать себе сущность. Тут вот эта очень классная штука, что когда ты следишь за своими внешними проявлениями долгое время, то ты этим формируешь свой внутренний мир. То есть эти две связи, они как бы очень связаны, что у тебя внутри идет наружу, но когда ты следишь за тем, что у тебя наружу, у тебя постепенно, постепенно меняется то, что внутри. Понятно, да? А почему? Откуда это берется? Потому что если ты хочешь исправиться, то у тебя внутри уже пошел процесс исправления. То есть какой бы ты ни был внутри, но если у тебя есть намерение стать лучше, написано, что тот, кто пришел очиститься, ему с неба помогает. Тот, кто решил запачкаться, ему не мешает. И само намерение человека, вот кто-то был гневливый, там ругался, матом ругался, все, и он думает, так, секундочку, я хочу исправиться, я хочу свою речь исправить. Он, года у него внутри, что он скандальный и матюкливый, да? Но одного намерения исправиться уже достаточно, чтобы показать, что он внутри-то не такой на самом деле. Что это так сложилось, а раз намерение у него исправиться, значит у него внутри есть вот эта вот часть, которая его тянет к свету. Если он дальше начинает на это намерение, он начинает надевать контроль над своими словами, над своими действиями, то он уплотняет это намерение, и он, как веретено, он себя внутри создает нового, вокруг этого намерения. Понятно, да? Все. Значит, удачи всем и успехов, чтобы мы ни с тем не ссорились. Если ссорились, то локально, локально, и следили за базаром. Извиняюсь, следили за речью, следили за речью, следили за своими устами, чтобы уста были чистые. Все. Удачи, успехов, напишите, пожалуйста, свои выводы. Всем хорошей недели. Удачи, успехов. И тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Поэтому давайте повторим то, что было, то, что учили, прям чуть еще минут пять поповторяйте. И распространяем божественный свет вообще везде. Все. Удачи, успехов. Игорь Негода.